Я благополучно проспала, всё на свете, мне уже нужно было выйти, я только встала, поэтому сейчас просто экстренно быстро собираюсь и выбегаю из дома. Вот, осталось чуть-чуть распустить волосы, быстро крашусь и просто бегу. Я так знала, что я просплю, я так и думала, что так всё произойдёт. Я вышла из дома, еле-еле успела, глаза школы находится не очень далеко, я могу лететь здесь не спешком, но через 15 минут начинается урок. Я очень надеюсь, что я не опознаю, потому что это у меня второй день практики, всего лишь, всего лишь Маша. Сегодня город как будто вымер, очень мало людей и мало машин. Я вернулась домой с практики, у меня безумно болит голова, видимо я устала, может быть что-то ещё, но короче у меня болит голова. Надеюсь, что я сейчас немножко приду в себя, всё-таки соберусь. На фоне грязная посуда может виднеться, как бы чуть-чуть, потому что надо помыть посуду, вот. И сегодня на улице просто отвратительный ветер, я не знаю в чём дело, что это такое, это катаклизм. У меня напротив дома стройка, там снесло железный забор. Ты стоишь, дует ветер, ты на него облокачиваешься и не падаешь. Череповецкие суровые реалии. Кстати, сегодня, пока была в школе на практике, я хожу на пассивную практику в роли учителя русского языка и литературы, хотя по тому, как я разговариваю, не скажу, что я там что-то хорошо понимаю, я не понимаю. Так вот, мне пришла идея в голову сделать в инстаграме пост о воспоминаниях о школьной жизни. Всё-таки школу я закончила два года назад. У меня очень много разных воспоминаний. Не все они хорошие, не все они однозначные. И мне было бы интереснее размышлять об этом вместе с вами. Если вам это интересно, то пишите в комментариях, какие у вас были интересные истории. Может быть, что-то меня вдохновит, что-то вспомню я о своей школьной жизни, что сразу не припомнила. В общем, пишите ваш школьный опыт в истории, что будет интересно. У меня болит голова. Надо попить ещё кофе. Чисто вологодская девчонка. Кстати, я кое-что сделала ужасное. Не обращать внимания на то, что у меня такой страшный холодильник. Просто я снимаю квартиру, и здесь это ужасно находилось. Мне хотелось сладенького, но поскольку свою шоколадку я уже съела, там чесночок, это васаби. Всё классно. Я решила стащить дольку шоколада у своего молодого человека. В общем, не палюсь, девочки. Положила, как было. И незаметно. Сейчас ещё немножко посижу, отдохну, помою посуду, и пойду снимать видео про сумку студента-практиканта. Она огромная. Она не должна быть такая. Просто я не умею правильно распределять место в своих вещах. Всё. Планы поменялись. Позвонила молодой человек, сказала, что нужно принести наушники к забору. Кто поймёт, тот поймёт. Кто не поймёт, тому, видимо, не нужно. Поэтому я пошла опять в этот пипец на улицу. Там такое ветрище. Надела свитер, тёплые носочки. Надо сбегать быстренько. Я сняла сейчас видео про сумку студента-практиканта. У меня всё ещё болит голова. Я хочу немножко отдохнуть. Там лежит моя пижамка. Надо сейчас немножко, наверное, помонтировать, начать влог. Потом, а, надо ещё потренироваться. Блин, в спорте дела. Ну, обожаю. Если вам когда-то было интересно, как это выглядит с стороны, вот, пожалуйста. Вот этот бардак. Это съёмка видео. Вот. Тут у меня лежит мой кофе недопитый. Здесь телефон заряжается. Я пошла всё прибирать, переодеваться и отдыхать. Честно говоря, я уже сегодня очень сильно устала. Я хочу отдохнуть. Сейчас я буду делать тренировку. Покажу, что я делаю, какие упражнения дома. Вот. Готово. Я решила приготовить протеиновый коктейль. Берём чашку протеиновый коктейль. Высыпаю немножко. Буквально вот чуть-чуть. Одну буквально третью высыпаю, потому что иначе это слишком круто. Берём молоко. Заливаем. Молоко наливаю целую чашку. Дальше нам надо всё хорошенько перемешать. А это очень сложно, потому что протеин слипается в комочки. Вообще, вы это делаете в шейкере, но, извините, у меня шейкера нет. Всё, коктейль готов. Ну, это, конечно, тебе не молочный коктейль, но ничего, тоже нормально. Я закончила все свои дела на день. Сижу в кроватке. Очень холодно дома, потому что сдувает ветер наилитчайший. Была рада, что вы вместе со мной провели этот день. Надеюсь, что вам это понравилось. Я старалась показать вам все стороны своей жизни, такими, какие они есть. Подписывайтесь на мой инстаграм, следите за моими историями. Я вкладываю их очень часто, показываю гораздо больше, чем показываю тут. Буду рада видеть вас всех там. Пока-пока.